Это программа о земном и небесном. Здравствуйте! Поговорим сегодня о благотворительности и волонтерстве. 5 декабря – День Добровольца в России. Общеизвестный факт, что благотворительность и деятельность церкви тесно взаимосвязаны на протяжении многих лет. Только на сегодняшний день в России существует более 10 тысяч благотворительных организаций, причем многие из них православные. Свыше 4,5 тысяч церковных социальных учреждений. Как раз об этом, о благотворительной миссии церкви, поговорим с пресс-секретарем Пятигорской епархии, протеерием Михаилом Самохиным. Отец Михаил, я приветствую вас. Здравствуйте, Маргарита, дорогие братья и сестры. Отец Михаил, испокон веков церковь всегда помогала нуждающимся. Особенно эта огромнейшая работа заметна, когда приходится отражать вызовы времени. Ну вот, фокусируя внимание на событиях даже вот ближайших десятилетий, начиная с 2014 года, с известных событий на Украине, гуманитарная помощь в огромных количествах туда поставлялась. Следующий момент – пандемия, тоже как лакмусовая бумажка, показала, на что мы все вместе способны. Ну и вот, наконец, спецоперация на Украине. Расскажите, как все эти события повлияли на работу нашей Пятигорской епархии? Мы, православные люди, конечно, руководствуемся в своей жизни словами Господа и Спасителя Христа, который говорит о том, что блаженны и милостивы. И всякая помощь благотворительная исходит именно из этой максимумы. Если мы хотим измениться, стать ближе к самому Христу, к Богу, то мы должны быть милосердными и милостивыми к ближним. Поэтому для церкви милосердие – это неотъемлемая часть культуры, неотъемлемая часть жизни. И независимо от разнообразных обстоятельств, действительно, мы всегда были крупным, я бы сказал, крупнейшим благотворителем. Если говорить статистически, современным языком, то русская православная церковь является крупнейшим оператором социальной помощи и поддержки в России. То есть не просто много православных организаций, через это количество православных организаций благотворительных проходит большое количество людей. Настолько большое, что действительно русская православная церковь – крупнейший оператор социальной помощи и поддержки в России. Что касается Пятигорской епархии, если сузить нашу большую социальную деятельность только до гуманитарной помощи, могу сказать, что с 2014 года Пятигорская епархия дружит с некоторыми детскими учреждениями и храмами Луганской области и города Луганска. Это и интернет для глухих и слабослышащих, это и просто детский дом города Луганска, это один из храмов города, куда с 2014 года наши священники вместе с прихожанами отправляли все, что угодно, от лопат и саженцев до молитвослов, икон и продуктов, и воды, и чего только не приходилось отправлять туда, потому что была острая в этом нужда. Что касается дальнейшего развития ситуации, мы знаем, что в 2022 году уже несколько раз русская православная церковь объявляла общецерковный сбор помощи на нужды тех, кто вынужден покинуть свои дома, и тех, кто пострадал на новых территориях нашей страны. Три было таких сбора весной, летом и осенью. И я открою большую тайну, но я вам скажу, что только в рамках общецерковной программы помощи и поддержки Пятигорская епархия, приходы Пятигорской епархии, перечислили на вот эти специальные счета более 6 миллионов рублей. Плюс к тому, я знаю, что большую помощь оказывает Пятигорская епархия именно вот в отправке гуманитарных конвоев. Только за месяц ноябрь из одного города Есентуки было отправлено 8 казачьих гуманитарных конвоев. 8 из одного города. И, естественно, наши прихожане, многие из которых и казаки, участвуют в этом, и духовенство помогает, поддерживает, и на территории Никольского храма Есентуков развернут пункт сбора и подготовки к отправке этой гуманитарной помощи. Например, в День Победы 9 мая 2022 года в Донецк, в ортопедический центр, были доставлены аппараты Элизарова, которые приобрело Теркское общество любителей казачьей старины. Благодаря авторитету своих руководителей, Олега Вячеславовича Губенко и архиепископа Феофилакта, который является председателем попечительского совета. Вот они собрали эти 600 тысяч рублей с лишним и отправили аппарат Елизарова, это очень дорогостоящее и сложное оборудование, в больницу Донецк, где 9 мая их получили 2022 года. Эти факты мы особо не обнародуем, мы не делаем из этого каких-то новостей, для нашего епархиального сайта или телеграм-канала, но это есть, эта работа идет, она идет и на уровне приходов, и на уровне церковных округов, как я привел пример, и синтуки, и на уровне епархии в целом. Отец Михаил, много ли тонн гуманитарного груза отправлено в зону спецоперации? В последнее время кто помогает? И много ли меценатов откликнулось? Меценатами в той или иной степени являются все наши прихожане, потому что я не слышал такого, что я не буду участвовать в помощи нашим обострадавшим беженцам, нашим землякам, которые сейчас на линии огня или кому-то еще, потому что не хочу. Кто-то может помочь в большей степени, кто-то может помочь в меньшей степени, у кого-то сейчас нет возможности финансово помочь, есть возможность только помолиться. И это тоже важно с точки зрения православного человека. Но так или иначе все наши прихожане в меру сил и возможностей поддерживают. Другое дело, что сейчас и возможностей помочь больше. Сейчас и города, и наши округа, и городские районы образовали множество способов и различных вариантов помощи и военнослужащим нашим, и мирным жителям, которые переехали сюда на Кавминводы или там пострадали. Поэтому эта помощь от наших благотворителей, она растекается, не обязательно только идет по церковной, что называется, линии, не только через церковь, но и через светские какие-то государственные органы, организации. Поэтому не все попадает в церковь, но я знаю, что наши прихожане всегда очень отзывчивые и всегда стараются чем могут помочь. Кроме гуманитарной помощи, которая сейчас собирается во всех приходах, многие, причем не только беженцы, нуждаются порой во временном пристанище, психологической помощи. Какие социальные учреждения есть у нас в Епархии и кто этим занимается? Я знаю, что такую помощь уже оказывал Дом для мамы и действующий при Доме для мамы склад гуманитарной помощи. Хотя изначально этот кризисный центр основан для работы с беременными женщинами и женщинами, находящимися в трудной жизненной ситуации, с детьми и с маленькими. Но тем не менее, когда появились на Кавминводах первые переселенцы, которые с маленькими детьми нуждались в каких-то детских вещах или детском питании, естественно, наш дом для мамы тут же оказал необходимую помощь. Я вам скажу, что 15 детей инвалидов с Донбасса сейчас проходят безвозмездную реабилитацию в центре ипотерапии «Целебные синтуки». Ну, там сейчас всего 175 детей, но вот как только появились у нас здесь на Кавминводах дети с Донбасса, вне всякой очереди, а очередь это большая, более 600 человек в очереди, на бесплатную реабилитацию, это безвозмездная возможность реабилитироваться, вне всякой очереди детей из Донбасса взяли на реабилитацию. Сейчас они проходят этот курс по, кстати, просьбе местных социальных органов, государственных. Они предложили переселенцам обратиться в центры ипотерапии «Целебные синтуки», и мы их взяли в первую очередь на реабилитацию. На фронте сейчас действительно крайне нужна наша всяческая поддержка, и вот трагическое известие прошлого месяца, которое просто невозможно обойти. 6 ноября в ходе спецоперации на Украине погиб протеерей настоятель храма Михаил Васильев. Он многократно был с нашими военными на передовой, в Чечне, в Сирии, на Украине. Каким был десантный батюшка, чем запомнился, и много ли вообще сейчас священников в зоне СВАО? Священников хватает. Мне обо всех есть возможность сейчас рассказать, потому что мы знаем, что вместе с отцом Михаилом был рядом другой священник, и он в тяжелом состоянии, слава Богу, пока жив, но очень нездоров. А что касается отца Михаила, то меня с моим тезкой жизнь свела только один раз в студии ваших коллег с телеканала «Спас», новостной программы. Мы вместе комментировали «День памяти жертв политических репрессий». Мне он показался человеком очень прямым, очень бескомпромиссным, очень непосредственным в выражении своих мыслей, желаний, чувств. И я думаю, что именно таким его полюбили и запомнили наши военные, потому что в этом смысле он, наверное, наиболее был близок им по образу мысли, по образу жизни. Я не могу о нем сказать большего, потому что мы буквально общались, может быть, полчаса-час в нашей жизни. Одно могу сказать, что как священник он исполнял свой долг. Он для того находился на передовой, чтобы воины оставались христианами. Ведь священник на передовой – это тот человек, который в самых тяжелых и смертельно опасных обстоятельствах помогает человеку, воину, оставаться человеком. Почему каждые 40 дней нужно менять воинскую часть и людей, отводя их в тыл из зон военных действий и всякого рода? Потому что люди либо начинают быть бесшабашно смелыми и жестокими в то же время, либо начинают быть чрезвычайно трусливыми. То есть это большая нагрузка на психику человека, потому что постоянное нахождение на грани жизни и смерти все же, конечно, необычно для нашего мозга. И вот священник в этой мести, в этой ситуации, он помогает человеку оставаться человеком. Не скатываться на уровень чисто животных инстинктов выживания или, наоборот, чисто животного уровня насилия. Часть этих священников направилась туда добровольцами. Часть из них из семьи военнослужащих и просто знают из своего личного опыта, как быть готовым. Часть из них проходила подготовку при синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами. И часть из них опыта набирается уже на месте. У нас не существует централизованной программы, планового набора священников в таком регулярном порядке. От каждой епархии столько-то человек должно отбыть, отслужить, помолиться, потом вернуться. И люди идут по зову сердца, люди идут добровольно. И каждый человек, который идет, должен осознавать и меру своей ответственности, и меру своих возможностей, меру своей подготовки. Кто-то, может быть, всей душой и всем сердцем бы хотел туда пойти, но любой доктор ему скажет, вам туда нельзя. Потому что любой обстрел у вас, условно говоря, гипертония, и вы окажетесь не помощью воинам, а обузой для них. Этого тоже нужно избегать, это тоже нужно понимать. То есть, что священник должен быть к этому готов. И поскольку сейчас это на добровольной основе, каждый доброволец, священник в том числе, он для себя решает, готов он или не готов, в том числе и в плане возможности и умения вести себя в этих непростых обстоятельствах. Ну, царство небесное, почившему батюшке, я знаю, что, и вы знаете, что он теперь герой России. Это один из первых, наверное, священников, насколько я знаю, вовсе первый, достойный такого звания посмертно. Насколько известно, в Москве по инициативе Русской Православной Церкви организованы курсы сестер милосердия для помощи раненым участникам спецопераций и мирным жителям, теперь уже наших российских регионов. Есть ли у нас в епархии какие-то подобные инициативы? На самом деле, сестры милосердия, из которых вышли наши медицинские сестры, профессиональные, это учреждение, связанное с церковью, Марфомариинская обитель милосердия и Александра Федоровна, ее основательница, ныне святая. Прославленная Церковью Велики Святых основала вот это движение, когда девочки, девушки от царской фамилии до самых разных сословий шли вот в эти вот поезда санитарные, прежде всего, в Первую мировую войну было дело, и в госпитале, чтобы помогать, ухаживать, поддерживать, подкреплять, и эти сестры милосердия, прежде всего, были православными. У нас есть сестричество милосердия в Пятигорской епархии, их два, при городской больнице в Пятигорске Первой и при городской больнице в Есентуках, ну, самые крупные наши здесь больницы, при них действует сестричество милосердия. Если потребуется вдруг какое-то количество дополнительных сестер милосердия, я думаю, что в этом проблемы не возникнет, потому что среди наших прихожан, вот я по своему храму в Железноводске могу судить, среди моих прихожан очень много сотрудников санаториев, тех же самых медсестер просто, которые работают в санаториях. Если сейчас, так сказать, дорогие сестры, вот нужна будет помощь там-то и там-то, я не думаю, что кто-то из них откажет своей профессиональной помощи и профессиональной деятельности. В этих условиях есть ли смысл обучать священников дополнительным медицинским знанием? Ну, пока такой потребности мы не видим в силу особенностей нашего вот здесь региона. У нас очень много, слава богу, медицински образованных людей здесь больше, чем в среднем по стране. Вот, если такая потребность возникнет, я думаю, что мы найдем такую возможность очень быстро. Отец Михаил, я благодарю вас. Это была программа «Земном и небесном». До встречи через неделю. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова